Еще 20 лет назад, если мне не изменяет память, сою сеяли в России в основном на Дальнем Востоке и на юге Европейской части. То есть это считалась такая южная культура. А сейчас, по-моему, в Центральной России сеют чуть ли не больше, чем у нас на юге. Это результат изменений климата или изменения в селекции? Как вы считаете? И то, и то. Да, климат теплеет. Вот мы с вами живем на юге и мы видим, что да, у нас теплеет, но у нас уменьшается количество осадков в летний период. И если раньше, в 70-е годы, в 80-е годы по югу России суя выращивалась и в Ростовской области выращивалась, в Старополе, в Краснодарском крае, площади в принципе сохранились. Но последние два десятилетия из-за неравномерного распределения осадков стали учащаться годы, когда не хватало воды для налива. А поскольку потепление развивалось, то стало заметно потепление и в Центральной полосе России, Европейской России. Да, даже на юге Западной Сибири. И на сегодняшний день юг ЦЧР, он по климату очень похож на наш юг лет 30-50 назад. Ага, да. Да. И из-за того, что у них распределение осадков получше, я не беру Поволжья, юго-восток ЦЧР, например, или Нижняя Поволжья, или Юг Среднего Поволжья, то у них хорошие температуры сейчас и достаточное количество осадков. Поэтому соя там себя показала очень хорошо. И на сегодняшний день, ну, пожалуй, ну, если взять по Центрально-Черноземному региону, там площади посевов в 2-3 раза больше, чем у нас на юге. Вот так. Как раз из-за того, что температуры достаточно, но больше воды. Все-таки вода к ним поступает из Европы. Мы с вами получаем воду из Средиземноморья чаще, осадки, а Центральная Россия, она получает европейские. Вот это вот отголоски гольстримовского течения и распределения воздушных масс. Единственное слабое место на сегодняшний день у них осталось, я имею в виду Центральную Россию, это более длинный день. Все-таки вот Краснодар находится на 45-й широте, Ростов находится на 48-й широте, а в Центральной России основные площади посева соя это 50-53 широта. Там длиннейший день, минут на 40-50, чем у нас на юге. И наши сорта менее пригодные, они запаздывают с развитием, с вегетацией, формируются очень мощно, но уходят под осень. Это неудобно для производителей. Поэтому последние 30 лет там очень активно развивается селекция, именно селекция на месте. Это и Белгород, Воронеж, Курск, Рязань, Самара, Чувашия. Вот эти научно-селекционные центры ведут селекцию для этой зоны. И поскольку селекция ведется на местах, и сорта у них более ранние получаются, и на сегодняшний день их сорта составляют довольно существенную конкуренцию иностранным сортам. Мы тоже ведем селекцию для той зоны. Более того, мы уже второй год формируем селекционную группу в Липецкой области. Это центральная Черноземья. Буквально через два месяца там сформируется в Липецке команда селекционеров, которая является нашим филиалом. И мы продолжим вести селекцию для той зоны тоже. Тем более, у нас есть, что им предложить. Не просто ранние сорта, но сорта с уникальными признаками, порой не имеющими аналогов в мире. О, интересно. Мы-то работаем в России и для России, и использование зарубежных результатов, в частности генов, признаков каких-то, для России оказалось практически неэффективным. Все вот эти рекламные прожекты, что вот мы завезем иностранную сою, в России будет нам счастье, они все проваливались. Я пережил около девяти волн интродукции иностранных сортов к нам. Все они обещались быть очень урожайными. Нас обещали научить, как правильно в мире выращивать. Но потом они потихоньку уходили с рынка. И наши товаропроизводители возвращались к нашим сортам. Да, мы уступаем помпезной громкой рекламе, навязчивой. Но по качеству, по урожайности и самое главное, по адаптивности, наши сорта на голову выше иностранных. Да, интересно. А вот в чем отличие, хотелось немножко поподробнее, отличие сортов для юга от сортов для центрального черноземья, для Поволжья, помимо сроков созревания. Раннеспелое, вы уже сказали. Вот еще какие вещи важны? Для юга России, вот мы берем Северный Кавказ, федеральный обруг. Здесь две, даже три группы сортов должны быть. Базовая группа сортов та, которая будет максимально использовать те ресурсы, которые предоставляет этот регион. Это прежде всего длинное теплое лето. И есть общемировая закономерность, биологическое условие. Чем длиннейший регуляционный период, тем выше урожай. Вот был такой рекорд, он уже перебит. Но лет 30 назад появилась информация, что в Нигерии сорт давал 98 сантиметров в гектаре. Ой-ой-ой. На поливе. Ну, Нигерия – это влажные тропики, экватор. И на поливе он давал. И у нас на юге, вот взять Придгорье, там, где очень высокая вероятность выпадения осадков в июле-августе. Там хороши, ну, для юга России это называется средний регуляционный период, примерно 115-125 дней от сходов до созревания. И вот такие сорта дадут максимальное урожай. Есть у нас сорт, он уже классический, так как пшеница безострая, у нас есть сорт Релана. Его рекорд 63 центнера в производстве. Это на Богоре? На Богоре. Но при наличии запаса влаги. Это либо осадки. Ну, мы эти урожаи получали либо в Придгорях, либо в плавных азовских. Там, где осадков вроде бы и нет, но грунтовые воды недалеко, и сорт формируют. Ну, собственно, все вот североамериканские лидеры, канадские, американские, ведь они получают свои 30-32 центнера не в наших, не в сравнимых условиях. Когда у них в июле, в августе по 90-100 миллиметров осадков каждый месяц, естественно, формируется хорошее урожай. Ну, вот, взять 22-й год, прошлый год, юг России заливало. И вот у нас, в наших опытных хозяйствах, мы получали по 30-37 центнеров. Только потому, что было достаточное количество осадков. И наши урожаи превышали канадские и американцы. Были дожди. А в сухой год 15-20 центнеров. И вот вторым главным критерием сортов для Юга России – это засухоустойчивость. Это очень серьезный момент. Вот мы когда-то раньше с вами встречались, у Нежинца, да, и мы тоже на эту тему говорили. И меры борьбы с засухой, они классические – это орошение. Ну, а если нет воды? Ну, скажем, возьмем Ростовскую область. Не туда, к Цимлянскому водохранилищу, а где-то вот по середке. Ну, нет воды, нечем орошать. А урожай получать надо. А поскольку мы с вами в России живем, мы не отмахиваемся, мы думаем, а как же сделать, чтобы получить рентабельный урожай. И здесь несколько подходов. Самый первый классический – это создание очень ранних сортов скороспела, которые будут уходить от пиков засух в августе. Но пониженный урожай, потому что скороспел. Другой подход, мы им занимаемся уже более 20 лет, это мы стремимся забирать воду корнями соя с больших глубин, со 2-3 метра. И мы ведем селекцию на высокорослость. Есть еще у нас направление – это селекция на повышение сосущей силы корней. Когда воды в почве осталось мало, но она есть, значит, нам ее нужно забрать. И вот мы делаем сорта, у которых за счет повышенной сосущей силы они в состоянии добрать остатки воды. И при прочих равных условиях они могут обеспечить более высокий урожай. Вот был у нас, ну, наверное, лет 12-14 назад опыт в Ростовской области в Аблиевском районе. Мы сеяли наш засухоустойчивый с глубокой корневой системой и сеяли наша песня на другие сорта. И вот вилка между ними была к засухоустойчивым нашим сортам плюс 5-7 центров. За счет того, что они добирали воду, которая не была. Интересно. Вот, и вот эти два направления для Юга России. Есть еще третье направление, оно не для всех регионов актуально. Прежде всего там, где есть возможность либо полить, либо получить осадки летние. Я имею в виду повторные летние посевы. У нас юг, и когда мы убираем озимые колоссовые, ну, у нас на Кубани это может быть, ну, ячмени убираются с конца первой декады июня, пшеница убирается с конца июня до середины июля в норме. Так вот, после уборки озимых колоссовых, особенно в первую очередь убранных в конце июня, можно еще раз посеять сою. Температуры и продолжительности летнего периода нам хватает. Не хватает воды. И если по Ростовской области, да, тоже можно сеять, особенно по югу Ростовской области, но полить бы и получить всходы, то по Краснодарскому краю, по Республикам Кавказа, там, где летом выпадают осадки, можно посеять сою. И эта соя созреет в конце сентября, в начале октября, и можно получить по 15-25 центнеров урожая. Ну, это совсем достойный урожай. Да, да. Вот в 21-м году мы получали, после уборки ячменя, сели 21-го июня, сходы 28-го июня, мы получали 23-25 центнеров. В прошлом году 15-18. Но здесь экономика может играть. Пускай даже если мы получим 10 центнеров, повторную культуру, но мы не несем затраты на обработку почвы, ну, убрали колоссовые, раздисковали, выровняли, посеяли. Затраты только на семена. И порой даже гербициды наносить не нужно, потому что суховатый сверху. Вот. И мы это направление сейчас активно реализуем. Мы создаем сорта. У нас уже есть набор сортов, но они больше пригодны для предгорева. Там, где есть вероятность. Это для юга, для центральной полосы России. Помимо скороспелости, ну, скороспелость это у них скороспелость. Те сорта, которые созревают, скажем, в центральном Черноземье за 100-110 дней, у нас на юге будут созревать за 90 дней. У нас не потому что теплее, у нас день короче, а чем короче день, тем быстрее зацветает соя, быстрее созревает. Ну и высота чуть поменьше будет. Там требуется еще, ну, опять же, если подойти по-русски, чтобы более эффективно использовать имеющиеся ресурсы. Ну, вот, ЦЧР сеет сою примерно в середине мая. Мы на юге можем начинать сеять сою в середине апреля. А если холодостойкие сорта, то с конца марта. Не в Ростовской области, а в Краснодарском крае. Вот, и та же задача стоит, чтобы удлинить вегетационный период и увеличить урожайность, надо бы сеять тоже пораньше. И вот мы ведем селекцию для этой зоны. Мы вставляем в наши будущие сорта комплексы генов холодоустойчивости. Если обычные сорта прорастают при температуре плюс 10, плюс 14, у нас есть линейка сортов, и мы продолжаем селекцию, которая прорастает при температуре плюс 6, плюс 8 градусов. А это позволяет в Центральном Черноземье начать посев на 2-3 недели раньше. Мы вставляем в генов заморозка устойчивости, даже если, ну, пускай они в конце апреля посеяли. Она взошла, соя, она холодостойкая, и всякое бывает в жизни, заморозки ударили. Если обычные сорта сои, весь мировой ассортимент погибает от заморозков при минус 2 градуса, наши сорта выдерживают до минус 5, ну, рекорд был у нас минус 5,6 заморозки. Оно может быть и снежком присыпано, и тем не менее, холода прошли, соя продолжила вегетировать. И вот более ранние всходы обеспечивают увеличение вегетационного периода. А чем больше, тем дольше соя растет, тем больше формируется урожай сельков, и формируется больше бобов и семян. Соответственно, урожай. А мы-то работаем на конечную сельхозтоваропроизводителя так, чтобы он при равных затратах получил больше урожая. Для него это выгоднее. Тем более, рынок-то бездонный, соя у нас, и в России, и за рубежом. И наша задача совместная, и наша, и ваша, чтобы наши сельхозтоваропроизводители больше зарабатывали, для них это было выгодно. Мы-то работаем на шастельское хозяйство. Да, да. Скажите, вот семеноводство сои, оно предпочтительно в южных районах, регионах? Или все равно где семеноводство? Вот семена, чьи надо покупать? Я имею в виду не селекцию, а именно вот семена, где они произведены, это имеет значение? Очень сложный вопрос. Однозначно на него не ответишь. Несколько факторов. Фактор номер один. Сортовая чистота. Если ведется семеноводство под контролем семеноводов, ну, например, мы ведем контроль за первичным семеноводством. Суперэлита и элита. Сейчас они называются ОС и РС. ОС, то авторский надзор селекционеров засорил. Я приехал на поле. Я вижу, там, там, там какая-то выскочка есть. Либо я с коллегами пройду, либо семеноводы организуют работников, они проведут сортопрочистку. То есть качество, сортовая чистота улучшается. Мы вывозим фитопатологов в поля. Фитопатолог посмотрел и увидел, там, там, там стоят растения с признаками болезни. То или иной. Эти растения выносятся. Мы оздоравливаем семена. И вот в чем преимущество ведения семеноводства под контролем селекционных центров? Высшая вероятность получения повышенной сортовой чистоты и более оздоровленного материала. Но не всегда так получается. Вот в прошлом году, и у нас на юге, особенно в Центральную Россию, заливало дождями. К началу ноября сои было убрано только половину. Сою полоскало месяц-два дождями. Поле стоит, влезть не могут дожди. И, естественно, вот эти дожди резко снизили посевные качества семян. Они замоченные семена. У семян же нет высшего образования. Они не знают, их посеяли в почву или их дождем получили. И вот они там в бобах начали готовиться к прорастанию. Они набухли. И потом, когда дожди прекратились, семена высохли. Они уже были набухшие. И вот на некоторых полях даже были первые этапы наклевывания. Естественно, эти семена непригодны. То есть надо быть осторожным в этом сезоне с семенами из дождливых районов, которые заливались дождями осенью. Решили приобрести где-то семена. Взяли образец, проверили контрольные семена в службах. Какова схожесть? Если схожесть, ну, по ГОСТу у нас не менее 80. Но если семена в хозяйстве есть свои, например, ну, 70% схожести есть, ну, полтора раза норму увеличили и вырастили. Если не стоит задача получить репродукционные семена, а получить товарные семена. Вот. И есть еще один фактор. Есть такое понятие урожайные свойства семян. Не генетически. Вот селекционер в геном сорта закладывает разные комплексы генов, адаптивности, устойчивости, урожайности, всякие. Ну, один и тот же сорт выращены в разных условиях. А в томстве может дать разную урожайность. Это и называется урожайные свойства. И вот, ну, на Дальнем Востоке наши коллеги, они специально одни и те же сорта оценивали в разных регионах и выбирали те зоны, семена из которых, выращенные в тех зонах, будут давать прибавку урожая. Там все будет выбираться вот в период налива. Так, каковы условия в период налива семян? Тогда, когда не только зародышевые органы сформировались, корешок и почечка, а когда пошел процесс налива в семидорках запасных веществ, белков, углеводов и жирных кислот. И вот, если в этот период условия довольно благоприятные, то семена получаются полноценные. И вот этот достаточный объем запасных веществ в семенах при посеве на следующий год, он даст мощные проростки с хорошей энергией прорастания. А если соя попала при наливе под засуху, плотовато, щупловато, не до налив запасных веществ, она прорастет. Но проростки будут более слабы. И начальный старт будет замедленный. Она вырастет. Это будет тот же самый сорт. Но мощность растения может быть чуть-чуть поменьше. О, какие интересные вещи. Да, вот такие тонкости есть. Да, да. Поэтому даже если хозяйство выращивает, купила элиту, например, и это на 2-3 года будет размножать, часть семена оставлять себе на посев. Вот здесь агроном хозяйства должен всегда учитывать. Он знает свои земли. Он знает, где там, где обилие сорняков, где почище, где поплодороднее почва. Его задача, вот тот семенной участок, вырастить на максимально лучшем поле. Чтобы был лучший налив. И вот этот участок надо убирать в первую очередь. Комбайн туда в первую очередь запускать, чтобы всякое бывает, даже в Ростовской области при уборке дожди бывают. Всякое бывает. Поэтому в первую очередь убрать семенные участки, положить их аккуратненько, а уже потом убирать товарные посевы. Потому что переработчикам схожесть не особо важна. Им нужен белок и масло. Да. Сергей Викторович, но может быть это не к вам вопрос, но тем не менее вы наверняка знаете, при нынешних условиях порог урожайности для рентабельного производства сои. Каков, по вашим сведениям? Сколько это? 10 центнеров и выше? 20 центнеров и выше? Очень сложный, неоднозначный вопрос. Вот примерно лет 5-7 назад мы рассчитывали в среднем, ну, как температура по больнице, она примерно получалась, затраты выходили на гектар 15-17 тысяч. И при цене товарной суры, скажем, 25 тысяч тонн, достаточно получить было 6-7 центнеров, чтобы выйти на ноль. Отлично. Но рынок, штука очень... Переменчивая. Да, как и экономисты говорят, там волатильность и все прочее. Цены растут. И вот после... Ну, не будем последние два года брать, а вот 3-4 года назад импортные пестициды стали расти в стоимости. И, а поскольку затраты на выращивание не определяются затратами, в том числе ГСМ, семена, работа там, амортизация, затраты на пестициды, на входные работы, вот, доля пестицидов стала превышать 3. Вышло от 35-36. Даже в водильных хозяйствах до 40% только пестициды получают. И, естественно, реклама немножечко такой... Реклама пестицидов вносит свой вклад в удорожание производства. Вот. Хваленый гербицид или фунгицид или инсектицид, да, он, может быть, защищает, но порой его применение не окупает те сохраненные прибавки. Поэтому на сегодняшний день очень сложно сказать, очень пестрая картинка, но, наверное, 20-25 тысяч, с гаком, если брать, это затраты. И если коварная соя, ну, опять же, в зависимости от квартала года, соя-то имеет разные цены. Минимальные закупочные цены это сразу после уборки, потому что у всех соя есть и все торгуют, и цены падают. А вот к концу четвертого квартала, началу первого квартала и до конца первого квартала каждого года цена растет вверх. И она может вылезти на 30-35 тысяч. Потому что если вот то, что переработчики закупили сразу после уборки, у них уже заканчивается сырье, им нужно свежее покупать, а свежего все меньше и меньше, соответственно, цены растут. И если брать по ценам после уборки сразу, то в среднем по югу России рентабельность нулевая выходит примерно на 8-10 центнеров. А если брать вот нынешний период, когда еще не стали завозить из Бразилии, из Аргентины, и сейчас ценник очень высокий, то за счет более высоких закупочных цен рентабельность нулевая может выйти на 5-7 центнеров. По-разному получается. Поэтому сложно сказать. Но может быть это не совсем и корректно будет, ну, я бы сказал такую вещь. Вот когда сельхозтоваропроизводители делают себе калькуляцию и определяют затраты на приобретение тех или иных пестицидов, не всегда надо верить рекламе. Ну, опять же, наш народ, он умудренный и грамотный. И они всегда смотрят на соседей и спрашивают, вот у соседа такой-то гербицид или такой-то фунгицид применен, как он сработал? Так или иначе. Ну, и, естественно, какова цена? И можно по соседям посмотреть, кто как работал и подобрать для себя более-менее оптимальный набор пестицидов с оптимальной стоимостью. И, опять же, скажу немножечко крамольную мысль. Отчасти даже хорошо, что вот нам санкции применили, и прекратился поток импортных пестицидов к нам отчасти. У нас есть свои компании, которые производят аналоги, которые дешевле, но работают не менее хорошо. И в данном случае использование отечественных аналогов, оно позволяет снизить себестоимость выращивания соя. Ну, и еще маленькая ремарка. Если соя выращивается на рашене, то там, конечно, нулевая рентабельность при урожайности 20-23 центнера. Все-таки большие затраты. Там затраты на воду. Там большие затраты. Да, ясно. Ну, я хотел спросить в заключении о пяти наиболее типичных просчетах начинающих соеводов. Но вы уже кое о чем, я понимаю, так сказали. Но, может быть, на что еще бы могли обратить внимание, Сергей Викторович? Прежде всего, на подбор сорта. Прежде всего. Золотое правило для любого агронома или фермера. Хороший маркетолог красиво расскажет и может убедить хозяйство приобрести любой сорт. Так вот, поскольку мы с вами на Юге живем, и есть такое понятие куркулизм, поэтому мы должны подходить по нашим традициям. Я фермер, мне рекламщик рассказывает, вот такой шикарный сорт. Первое, что мы должны посмотреть, где он был выведен, на какой широте. У обычного сорта, у 99% сортов всего мира, их широта возделывания плюс-минус 3 географических градуса от точки выведения. Если, скажем, в Ростовской области, ну, скажем, на широте Ростова, предлагают сорт, шикарный, урожайный, по 50 ценеров обещают, но он выведен на 40-й широте. Восемь градусов. Он не даст урожая в Ростовской области. Либо, скажем, сорт выведен в Ростовской области в рассвете, отправляется куда-нибудь за Москву. Москва – это 56-я широта. Те же 8 градусов. Не пойдет он там. Поэтому первое правило. Где выведен сорт, на какой широте? Это, если не касается сортов, есть линейка сортов фотонейтральных. Так, извлечения. Вот, фотонейтральных. Вот эти сорта, у них плюс-минус 5-6 градусов. И сорт, скажем, вот у нас фотонейтральный сорт, выращенный на 45-й широте, он себя прекрасно показывает на широте до 53-го градуса. Вот, но в этой ситуации покупатель должен уточнять, это обычный сорт или фотонейтральный, или со слабой чувствительностью сорт. Дальше, на что должны обращать внимание. Особенно это актуально для засушливых зон юга. Вот, почти для всей Ростовской области. Если сорт выведен на той же 48-й или 49-й широте, где-нибудь в Европе, а такое распределение осадков? В точке выведения. Если там те пресловутые, там 80-100 миллиметров в июле и в августе, а в месте, где планируется выращивание сорта, там сушь и засуха, этот сорт там не пойдет. Хотя по широте он подходит. То есть всегда надо учитывать засухоустойчивость, адаптивность. Вот, скажем, взять ЕСовские сорта, австрийские или французские, они на тех же широтах выводятся, скажем. Но там у них гальстрим, у них хорошо с осадками, у них там все растет. И вот этот адаптивный сорт, вот сколько хозяйств у нас по югу России страдали от канадских сортов, которые выведены на 45-й широте, под Монреалем, это широта Краснодара. Но там вот пресловутые 90-100 миллиметров в июле и в августе. Они приходят сюда и сгорают. В конце июля они сгорают. Они выдерживают только, дают урожай только на Рошене, вот в Поволжье, в Нижнем Поволжье. Но на Богоре они не дадут. Второй фактор. То есть у них генетическая память вот такая вот. Ну не генетическая память, они адаптированы и выведены как интенсивные сорта, которые очень хорошо используют запасы воды. У них очень шуткие листья. Или вот дальневосточные сорта наши. Хорошие сорта, холодоустойчивые. Ну а придя к нам, на юг России, европейские, они сгорают в том же июле. Только потому, что они были созданы, они растут в тех условиях, когда у них муссонные дожди каждую неделю. Дожди, 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 дожди. У них широкие листья, у них поверхностная корневая система. Эти листья призваны выгонять из почвы избыток воды. Они приходят к нам, мы их высеваем. Широченные листья, большая листовая испаряющая поверхность. Они быстренько воду выгоняют, а на налив бобов не остается. Поэтому вот два фактора при подборе. Дальше. Еще какие особенности могут быть, на которые можно обратить внимание. Реклама. Я уже сказал, рекламе надо верить с оглядкой. Да. Мало ли что рассказывают, а лучше перепроверить. Лучше перепроверить. Поэтому, опять же, подходить по нашему, по южному. Мало ли что не рассказывают. Я сам себе, я сам подумать. Не стоит увлекаться химией. Как-то однажды, несколько лет назад, приехал ко мне фермер на консультацию и показывает, вот некая фирма, которая занимается продажей пестицидов, ему предлагает для выращивания сои вот такой перечень пестицидов. Они разные. Вот протравители там до диссикантов и только цена банок, сама химия 37 тысяч. Вот. А мы должны вложиться в 20 тысяч всего. С учетом там амортизации, ГСМ, заработная плата, семена и все прочее. Вот. Поэтому, надо поступать по-куркульски. Верить себе, своим глазам и учитывать, что не все, что рекламируют, оно, да, оно будет работать. Но, в ряде случаев, можно обойтись без него. Я немножечко говорю, крамольные мысли. И, скажем, мои коллеги или компании, которые занимаются как раз продажей, они обидятся или будут опровергать, дезавуировать. Но, мы-то работаем на конечность хостоваропроизводителя. Ну, да. У него, у нормального агронома-фермера, корида какой? Минимум затрат, максимум урожая. Поэтому, там, где можно сэкономить, не надо каждую неделю обрабатывать фунгицидами, соя, особенно, вот, по засушливым регионам. Да, там будут болячки, но заливать регулярно не надо. Потому что порога вредоносности не наступает. Совершенно верно. Если одна, две там гусеницы ползают, пусть подавятся, прошу прощения. Вот, затраты, они в 10 раз больше будут, чем экономия того, что мы их там убили. Да, если, конечно, лед там совки или сарача, не дай бог, там надо работать, ты никуда не денешься. Но если там единичные есть, не надо паниковать. А так, есть такое понятие, кто на что учился. Вот возьми любого фитопатолога, вывези на поле, он столько болезней найдет и столько порекомендует. Вывези агрохимика, он скажет, там, там, там голодает, там, там нужно то-то, то-то применить и так далее. У нас на юге хорошие почвы. Поэтому соя должна выращиваться на базовой технологии при базовом объеме применения пестицидов и удобрения. Ну, особенно, если пинковые бактерии применяются, тоже хорошо эта экономия будет. Мы находимся на поле сои в АО «Рассвет» у Слабинского района Краснодарского края, флагманском сельскохозяйственном предприятии региона высокой культуры земледелия и интенсивного производства всех полевых зерновых и пропашных культур. В текущем году у нас, полевых экспертов Сумиагра, сложилась отличная возможность провести полевое испытание новинки бренда Суми-Соя починного гербицида Коритори. 850 грамм на килограмм пероксосульфона на основе совершенно нового для рынка действующего вещества. Сейчас уже начало июля. Соя продолжает вегетацию уже по хозяйственной технологии защиты и питания. Но по итогам показательной работы гербицида Коритори как почвенника мы получили отличный профессиональный опыт, которым готовы делиться с соеводами. Погодные условия текущего сезона сложились крайне благоприятно именно для почвенного контроля сорванных растений в пассивах сои на момент ее сева. И можно сказать, что с выходом на рынок данного препарата портфель бренда Сумисоя от нашей компании как никогда достоин вашего внимания. Гербицид Коритори высокоэффективный, довсходовый, ранний, послевсходовый гербицид на основе абсолютно нового действующего вещества для защиты широкого спектра сельскохозяйственных культур от однолетних, двудольных и злаковых сорных растений. В Российской Федерации получена регистрация на сои преимущества препарата Коритори. Новое поколение ингибиторов жирных кислот. Самый продолжительный период защитного действия из гербицидов данного типа. Широкий спектр контролируемых сорняков. Низкая норма применения. Удобная, высокотехнологичная формуляция и упаковка. Отличная совместимость с партнерами в баковых смесях. Нетребователен качеству воды и PH. Возможность применения до посева, после сева, до всходов, во время всходов культуры и сорняков. Полное отсутствие фитотоксичности для культуры при любых стадиях ее развития. Механизм действия. Пероксисульфон относится к группе ингибиторов синтеза жирных кислот. Препарат действует при прорастании семени и проникает через гиппокотиль двудольных и калиоптиль злаковых. Поэтому время применения препарата до посева, до всходов, оптиму, самое начало прорастания. Обработка гербицидом была проведена сразу после сева сои. По завершению обработки пошел дождь. Так как на момент обработки отмечался достаточный режим влагообеспечения и отсутствовали трудноконтролируемые сорняки, норма применения была уменьшена до 170 грамм на гектар. Расход рабочей жидкости 250 литров на гектар. В засушливых условиях рекомендуемая норма применения препарата 200 грамм на гектар. Для детального мониторинга эффективности почвенного гербицида учеты и наблюдения проводились каждую неделю. Через 7 дней схожесть растений сои составила 98%. Фитотоксического действия на защищаемую культуру не отмечено. Спустя 3 недели после внесения препарата на участке отмечено угнетающее действие на прорастающие сорняки, амброзию полнолистную, марь белую, канатник, теофраста. Стоит обратить внимание, что на варианте хозяйства отмечается интенсивный рост портулака огородного. На варианте с применением почвенного гербицида зафиксировано единичное развитие сорняка. Через 28 дней после обработки коритории отмечается слабый рост сорных растений, что послужило сигналом для защиты культуры от сорной растительности по вегетации по хозяйственной схеме, так как только в идеальных погодных условиях и при чистых полях удастся удержать сорняки почвенным гербицидом. Надо быть готовым ко всем вариантам развития событий, в том числе и к дополнительным послевсходовым опрыскиваниям в случае последующих волн сорняков в период вегетации. В текущем году в полевую программу Суми-соя также включены новинки минерального питания от компании Суми-агра. Последовательность применения таких продуктов, как уже известный Малгерол Эссенс, Сиаптон и открытие сезона Малибора, Биазуфор, Бомбардир Протеин определялось задачей максимально интенсивного питания сои при разумной экономике затрат. Мы убеждены, что фактор должного питания любой агрокультуры может максимальным образом усилить выбранную в производстве схему защиты, как бы ни были оптимизированы по статье затрат выбраны агрохимические решения. В условиях текущей перестройки предложения средств защиты и питания растений Суми-агра остается глобальным поставщиком данной продукции для отечественных сельхозтоваропроизводителей. Будем рады вашему интересу к расширяющимся брендам Суми-соя и Суми-питания. А эксперты Суми-агра готовы к сопровождению полевого применения наших продуктов. Суми-питания